Какая музыка, прошедшая через века, исполняемая на высокотехнологичных инструментах, обладает завораживающим эффектом, отвечает на вопрос, кто мы и что делаем в этом мире? Впервые ивановцы могли ответить на эти вопросы, связанные с самопознанием на концерте медитации гонговой музыки. Дом, где есть йога, стал площадкой этого мероприятия. То, что это просто студия йоги, это не отражает всего, что у нас здесь может происходить, потому что это некая, не знаю, если говорить модными словами, некая площадка для людей, увлеченных практиками, хочется сказать, философией, философией, связанной с Востоком. Своеобразным прологом к глубокому погружению в мир звука стало выступление группы «Гомариус». Музыканты исполняют пеструю палитру народной музыки всего света, от горных вершин Алтая до дремучих лесов северо-запада России. Помимо нового пересмысления, вообще пересмотрения себя в этом мире, то есть помимо того, что у нас пишутся свои новые песни, которые тоже сегодня мы исполняли, может быть, просто они были похожи на старые, поэтому не особо заметны. Вот, мы, да, играли сегодня, как бы, кавер-версию «Doors» «My Love Love». Приятным дополнением и средством общего сближения была китайская чайная церемония, теплая домашняя атмосфера и, конечно, медитации, готовящие слушателей к полному проникновению в вибрацию гонгов. Все свое внимание концентрируем просто вот на этой точке. Можно просто почувствовать очень легко. Да, вот на этих ощущениях мы должны концентрироваться. Медитация – это процесс, который позволяет вам сконцентрировать внимание, будем говорить так, точки здесь и сейчас, потому что внимание человека – это очень сложная вещь. Оно постоянно, то есть мы благодаря нашему вниманию держим в голове тысячи-тысячи мелочей. Это, собственно говоря, составляет картину нашей действительности. То есть я знаю, что есть стены, они твердые, я знаю, что есть люди, я могу с ними говорить. Это все забивает наши нейроны ненужной работы. Именно с осознанием момента во многом связано правильное восприятие звука и волн, которые источают гонг во время игры. Остановка внутреннего диалога во время кундалини-медитации способствует развитию направленного внимания всего тела на вибрации этих музыкальных инструментов. Гонг своим влиянием может полностью тебя погрузить. То есть он полностью лишает тебя связи с внешней средой. Он своим звуком окутывает все твои ощущения и лишает тебя эмоций. То есть, грубо говоря, полностью отключает тебя от внешней среды. Изобретение такого рода инструмента примерно датирует вторым веком до нашей эры. Юго-Восточная Азия, Южный Китай являются его прародиной. Первоначально гонг использовался в качестве музыкального инструмента полководца, который вел в своей армии под грозные зловещие звуки. В западной традиции, в классической музыке гонг известен с 19 века. Это очень интересная история. Их используют гонги, конечно, в симфонических оркестрах. И там его используют, естественно, как музыкальный инструмент. И он нужен для того, чтобы усиливать состояние такого драматизма момента, действительно, какого-то крещенда. Также гонг необходим и в ритуальных традициях. Служба в буддийских храмах не обходится без этого инструмента. Даже всем привычный колокольный звон отчасти является родственным гонговому звучанию. Он расширяет сознание. Он выводит наш ум из привычных рамок, из каких-то жестких конструкций. И создает вот эффект расширения. Это, то есть, и для того, чтобы идти в бой, на войну, нужно состояние подъема какое-то. И для того, чтобы в религиозной службе человек перешел из обыденного состояния, в котором он обычно пребывает в суете мирской, в состояние религиозного действия. То есть, ближе уже к чему-то большему. Несмотря на внешнюю простоту этого инструмента, звучание его сложно четко определить. Диапазон звучания гонгов очень широк. И все эпитеты, которые будут раскрывать суть этих звуков, можно подбирать бесконечно. Наш ум пытается с чем-то сравнить, и сравнению это почти не поддается. Потому что вот этот эффект расширяет сознание, потому что ум ищет, перебирает какие-то аналоги. Сколько бы людей ни говорило, сколько бы мы ни слушали впечатления людей, кто-то говорит, это были волны, это какой-то шум океана. Кто-то слышит пение ангелов, кто-то слышит вой сирены, скорой помощи. То есть, ассоциаций множества. В современной мировой практике йоги возникло особое учение, основанное на глубоком звучании гонга. Мастера из многих западных стран, объединенные этим умиротворяющим звуком, находят общие точки роста в своем мировоззрении. Мастера из многих стран, объединенные этим умиротворяющим звуком, находят общие точки роста в своем мировоззрении. Есть такой базовый принцип резонанса. Когда люди, которые собираются вместе, начинают звучать вместе, петь или пребывать вместе в одних вибрациях, они, соответственно, вступают в резонанс. И это на глубоком уровне создает такое состояние единения, любви, собственно, к чему мы в йоге и стремимся все. Овладеть техникой игры на гонге не так уж и сложно. Главное – следовать основным принципам, раскрывающим наше внутреннее звучание. Открыться миру, осознать всю глубину природы – тогда гонг зазвучит сам. Нельзя бить в сердце гонга. Но нельзя бить туда, естественно, нельзя бить грубо, резко, как-то не в нейтральном состоянии. То есть если человек не знает, зачем бить туда, то не надо действительно этого делать. В основное поле игры – это вот эта поверхность такая выделенная. Нет специального такого, это как ни фортепиано, ни скрипка, где есть ноты, где есть технология некоторой игры. Это медитация. Игра на гонге – это медитация. Влияние вибрации этого инструмента на каждого человека особенно, обладает индивидуальными чертами. Предсказать результат, то, что откроется внутри вас, поначалу невозможно. Каждый человек переживет свои эмоции и откроет что-то особенное. Я практически не знаю, что происходит с людьми там никогда, потому что стоять здесь и быть в другом месте на расстоянии – это две разные вещи. Скорее всего, у каждого будет своя история. Гонг вызывает очень разное состояние. От очень позитивных, очень светлых и восторженных каких-то, эйфории, до очень негативных. Негативных эмоций увидеть нам не удалось, но то, что все слушатели получили особую духовную терапию, остается фактом. Мнения были различны, но в основном они сводились к приподнятому настроению и благодарности организаторам и участникам этого мероприятия. Не знаю, как точно описать это чувство. Скорее можно назвать погружением в себя. Появляются какие-то картины, не связанные с жизнью, не связанные с сегодняшним моментом, а возникающие откуда-то вообще просто, ну как бы с жизнью, с реальной не связанные. Кажется, что гонг – это ударный инструмент, но несмотря на это, он создает, из него можно ткать какую-то мелодию такую, которая будет пронизывать все пространство. И это очень здорово. Отрешение от всех проблем и уход в себя, в какие-то глубины, не знаю, подсознание для кого-то, для кого-то это космос. От древнего ритуального инструмента к высокотехнологичному произведению искусства. Музыка гонгов, пройдя через века, все так же объединяет людей своим глубочайшим звучанием. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ, Иваново.